Девушки отдыхают Глава МВД России считает, что зацепки есть, да и появление фоторобота-киллера – дело ближайших дней. Официально о победе коалиции над иракским режимом будет объявлено в ближайшие дни. В процессе формирования нового правительства Ирака все больше не разберихи. Есть, если о Боге поют, то кому это нужно? Приветствует ли церковь такого рода проповеди? История явления от первой советской рок-оперы до наших дней. Сегодня день больших религиозных праздников. Католики и протестанты отмечают Пасху, а православное – вербное воскресенье. Принадлежность к разным конфессиям не мешает верующим в этот день одинаково славить Бога. Впрочем, слов для этого хватает не всем, и многие обращаются к рок-музыке. Феномен христианского рока в России исследовал наш корреспондент Борис Корчевников. Концерт христианской музыки похож на проповедь в дискотеке. Слово Божье в современной музыкальной аранжировке. И зрители – самое фанатеющее паство. Греху скажи мне, ай-су-су, ай-су-су, ай-су-су. Вместе с церковного хора Элвиса Пресли дает непредсказуемую реакцию. В 21 веке аккордом жгут сердца людей. И если сначала было слово, то в новой эре оно легко легло в ритмичный музыкальный битв. Только Иисус, Господь, может сейчас твою жизнь изменить наш векданг. Давид говорит, хвалите по могуществу Его. Для меня Он очень большой, очень большой. И поэтому я делаю самую современную музыку. Хоп-эй, халлилуйя, славьте Бога, Он живой. Хоп-эй, халлилуйя, радуйся, танцуй. Тольятти – город завода и одной марки машин на дорогах. Колорит неспокойной провинции оказался доброй почвой для этой музыки. Вот на этой улице, вот буквально сейчас потеплеет, будут проститутки стоять, молодые девчонки. Наркоман опустил руки. Ну, на этом даже, там, на других все время, вот эти иглы постоянно. То есть это кто-то, а здесь одни молодые люди живут, постоянно кто-то колется. Набережная Волги – место тусовки тольяттинской молодежи. Громкая музыка из автомобильных колонок и соревнования в тюнинге. Подошла компания, что снимаем и кто такие. Бугай пригласил на концерт. Кто вот этим пацанам будет говорить? Кто вот? Покажите мне. Мы. Мы христиане, потому что они, скажу честно, никому не нужны. Концерт играют в ДК «Автозавод», напротив – в храм. Но там, где служит христианский поп, христианский рок не играют. Миссия священника и миссия творческого человека христианина – это немножко разные миссии. Когда рок-исполнитель на сцене начинает исполнять роль проповедника, и тут, наверное, тоже что-то не так. Интернет-сайт isushristos.ru – последний проект первого в России христианского музыканта, соавтора рок-опера «Трубный зов» Питерца Сергея Тимохина. В 1982-м через BBC и «Голос Америки» весь мир узнал, что и в СССР Иисус Христос – суперзвезда. Она стала популярной, потому что действительно Иисус Христос – личность, которая привлекает, в общем-то, все народы всегда во все времена. Сама популярная личность всех времен и народов. Ночной бар в Тольятти. На концерте «Открытого неба» побывали владельцы. Пригласили группу поужинать и, похоже, вспомнить старое. Я мог принять и сидеть, такой, улетать, сидел такой, такой герой, известный человек здесь, и как бы мне нравилось все это дело. Сейчас мне тут пустота. Я Бога тоже отвергал когда-то. Гордился, что крутые мы ребята. А в жизни лишь вино и сигареты. Я не забыл о том. Если раньше они были заблудшими омцами, то теперь музыка их связала. Конец концерта в главном зале Тольятти. Зрители поднимаются на сцену и подхватывают библейский сюжет под ритмичный мотив электрогитар. Борис Корчевников, Николай Якушев, Алексей Мануэлов и Сергей Евдокимов. НТВ. Ну а на этом наша программа завершена. Это был ее последний выпуск, но мы еще увидимся здесь же на НТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова